Ну, хочу сказать, что сейчас вообще никакой стране мира небезопасно, и особенно безопасно в отношении того, какой ты способ жизни выбираешь. Я вот шесть лет назад, когда мы начали заниматься фэммин, выбрала жизнь революционера, активистки, феминистки. И этот путь я выбрала не для безопасности. Конечно же, это опасно находиться и во Франции, и в Украине, и особенно после всех тех врагов, которых мы себе нажили в лице Путина, в лице властей Украины, в лице религиозных деятелей. И поэтому, конечно же, это небезопасно, но это моя жизнь, и я уже, в общем, привыкла к этому. Ну, я год назад, так получилось, что мне нужно было покинуть Украину из-за того, что нам больше невозможно было находиться, и на нас открыли уголовные дела по терроризму, то есть в своей стране я террорист. И мне уже до этого был запрещен въезд на всю жизнь в Россию и в Беларусь после акций, которые я производила. И сейчас в Украину я вернуться не могу. Конечно же, многие скажут, что революция произошла, в Украине все изменилось, обстановка изменилась, но на самом деле сейчас в Украине война, и в Украине также небезопасно для нас, для активисток, фэмин, потому что мы протестовали против действующей власти, против Януковича, но в такой же мере мы протестовали и против оппозиции. Потому что мы считаем, что при власти в Украине стоят одни и те же бандиты-элигархи, система не изменилась. То есть для людей, которые хотят добиться правды и честности, это опасно находиться в Украине даже сейчас. Правда, что я не видела свою семью уже год, уже больше, чем год. Все мои родственники остались в Украине. Я за ними скучаю, но, к сожалению, пока что сейчас возможности вернуться нет. Субтитры создавал DimaTorzok Я, во-первых, довольна очень, что мы сняли этот фильм и задокументировали три года становления нашей организации, развития нашей организации, потому что это действительно был очень интересный период. И в это время я себя вообще не идентифицировала как личность. Я была одним из… то есть я была… то есть все мои силы и вся моя жизнь уходила в фэмин. И поэтому я очень довольна этим фильмом, потому что он и показывает, то есть и рассказывает о деятельности фэмин, о том, что я делала и о продукте нашей деятельности. И поэтому я считаю этот фильм интересным, и то, что он описывает и показывает всю ту, как бы, жизнь и весь тот процесс создания нашей организации. Сама идея, то есть сделать топ-лис-акцию, да, это была моя. И, собственно говоря, я ее первой и осуществила и сделала как таковую, как эксперимент, собственно говоря. Но это был в первую очередь эксперимент. И после этой первой акции, которую мы сделали в 2009 году, топ-лис-акции первой, после этого у нас начались очень большие серьезные дискуссии внутри нашей группы между мной, Сашей, Анной и другими активистками. И мы еще полгода раздумывали над тем, будем ли продолжать именно топ-лис-акции или мы будем продолжать деятельность вот в форме такой более перфомансной и более декорированной. И, значит, мы даже, был момент, когда наша организация разделилась на две части. Мы решили, что вот, допустим, я с Сашей, мы группа, которой будем делать только топ-лис-акции, а другая часть фэммин будет делать, то есть массовые акции просто с девочками. Ну, то есть это был очень интересный и такой сложный процесс. Но потом в практике, в деятельности, когда мы уже сделали следующую акцию топ-лис, еще попробовали, мы увидели, что это работает и это действительно вызывает очень много внимания и дискуссий. И после этого только, то есть после долгих, так сказать, обсуждений и размышлений мы решили все-таки внедрить вот эту тактику в нашу деятельность. нет. Сейчас это уже является нашим стилом, и это является символом как бы присвоения своей сексуальности себе же. Присвоение женской сексуальности женщиной, контролем раздевания и контролем женской сексуальности женщиной. Это является нашим символом и это, можно сказать, маркой. Я художник. Я, по сути, выражаю свои мысли и свое мировоззрение с помощью картинки. Я отображаю этот мир в изображении и занимаюсь изобразительным искусством. И поэтому для меня искусство – это форма выявления, проявления себя, свое мировоззрение, своих мыслей, и также это является инструментом для нашей войны, борьбы против патриархата. Я считаю себя художником, и также я считаю себя полностью реализованной художником в движении Фэмин, так как мы произвели тысячи изображений за все эти шесть лет, мы произвели колоссальную критику вот этой патриархальной системы, которая существует сейчас в мире, и я считаю, что это останется в истории, и это останется для будущих поколений. Ну, собственно говоря, я черпаю из жизни, из тех событий, которые происходят в мире. Если заметить наши акции, это очень быстрая и очень четкая реакция на то, что происходит в этом мире. Да, я считаю, что вот, то есть, быть художником – это как бы качество человека, да, это способ мысли, это уже не какое-то, то есть, сидение на кресле и черпание откуда-то вдохновения. Нет, это уже способ мировоззрения, способ мышления, и поэтому я ничего не жду, не черпаю ничего ниоткуда, я просто живу и думаю. А вдохновение я, ну, то есть, я черпаю, я думаю, с необходимостью. Я понимаю, что это необходимо действовать сейчас, потому что сейчас мир довольно-таки пассивен, или много людей заблуждаются, я пытаюсь найти истину, я пытаюсь реагировать на то, что происходит в мире, я пытаюсь жить, и вот отсюда, я думаю, берется вдохновение. Да, ну, наше движение Femin полностью открыто, любая девушка, любая женщина, которая прочитала наш манифест, которая полностью согласна с нашей деятельностью, которая полностью согласна с нашей идеей и понимает ее, может называться Femin, которая делает акции, там, пишет у себя на груди слоганы, которые являются в нашей идеологии, она может называться Femin. У нас нету какого-то четкого отбора, у нас не какая-то там организация, как и политическая или как это, ну, то есть четко струкруированная. У нас как бы женское движение, феминистическое движение, и любая девушка, кто прочитал манифест согласна с нами, может называться Femin. Но я хочу сказать, что, конечно же, сейчас у нас уже во всем мире много активисток, но все еще там не какое-то колоссальное, очень много людей, потому что у нас происходит как бы естественный отбор, действительно, женщин, которые хотят бороться, которым не страшно, которые уверены в себе и в нашей деятельности. Поэтому, да, происходит естественный отбор. К нам не приходят просто девочки, которые, ну, то есть, которые еще не готовы действовать. Ну, в общем, наше движение финансово независимо. Мы никогда за свои акции никаких ни политических денег не брали, никогда. То есть нам за акции никто не платил. Мы, то есть на протяжении первых нескольких лет, когда мы только занялись движением Femin, можно сказать, мы были, кто финансировал акции. То есть там мы сами покупали краски, сами покупали, то есть какие-то декорации и занимались этим, потому что нам было интересно и нравилось. Потом, значит, мы очень упростили, ну, то есть форму наших акций до, можно сказать, до практически нуля. То есть очень сделали бюджетную форму акции. То есть нам нужно было, нужно было деньги только на черную краску, чтобы написать на груди. Сейчас у нас есть несколько отделений Femin во всей Европе и вообще в мире. У нас есть Femin и Канада, Femin и Франция, Femin и Испания, Femin и Германия. Они все финансово независимые. То есть все пытаются самофинансироваться, то есть находить какие-то способы. У всех есть аккаунты, ну, то есть, ну, сказать, они живут на взносы людей, которые просто поддерживают это движение и хотят помочь. Также у каждого из этих отделений есть свой, так называемый, Femin-шоп, где они продают продукцию с логотипом Femin. Но все эти деньги используются только для проведения акций, только для организации каких-то переездов или для помощи, там, во время того, как девочки сидят. Или вот когда у нас, допустим, в Тунизе были девочки сидели в тюрьме, мы, то есть, отсылали активистов для того, чтобы поддержать их там. То есть на перелеты и деньги на деятельность, на личную, на частную жизнь Femin денег не выдает, и каждый, то есть, живет как он может. То есть, так как я сейчас уже получила статус политического беженца, у меня сейчас есть помощь 400 евро в месяц от, собственно говоря. Ну, это как бы, ну, для меня лично, ну, конечно же, на эти деньги я покупаю и краску, и цветы для венков, и, то есть... Так как я еще, ну, то есть, я лично, я, допустим, я уже, как бы, себя не могу четко разграничить. Допустим, вот это вот я, а вот это вот Femin, а вот это вот я Femin. То есть, для меня это является уже, как бы, для меня это уже все смешалось в одну историю. То есть, я, я являюсь Femin, то есть, я себя просто как житель уже не идентифицирую, я себя идентифицирую как секстремист. Ну, конечно же, ну, здесь эмансипация намного, то есть, намного лучше, и здесь кондиция женщины гораздо лучше, чем в других странах, чем в странах вот в России или в Украине, да, в которых я выросла, или вот в отношении к другим странам во всем мире, и, конечно же, ситуация гораздо лучше здесь с женщинами, чем в остальном мире, но также здесь не решены все полностью проблемы, которые существуют. Ну, так как эта протихальная система, она все-таки глобальная, и женщины здесь добились кое-каких результатов, но еще стоит бороться и не останавливаться на многом. Друзья, 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 друзья. Да, ну, еще также одной из целей, почему мы решили базироваться и сделать, ну, то есть, и... То есть, переехали сюда во Францию, вот как феминистки, как фемин, потому что мы считаем, что если здесь ситуация уже, кондиция женщины более-менее сносная и неплохая, то это очень хорошо на основе Франции сделать базу, сделать основу феминистское движение, которое бы боролось за продвижение и за свободу и права женщин в других странах. Ну, понимаете, в Украине такая ситуация, что там, конечно же, ну, то есть, у нас нету, как таковой, истории феминизма, и мы боролись за права женщин, но также параллельно мы боролись вообще за права человека, простого жителя в Украине, потому что там кондиция и ситуация вообще народу очень-очень плохая. И поэтому, то есть, в Украине мы боролись, конечно, за женские права, но в общем и в общем против коррупции, против диктатуры. И то есть на протяжении всех этих шести лет мы протестовали, мы делали акции против действующего правительства, мы делали акции против секс-индустрии и против всех тех проблем, которые существовали в Украине. Но мы видели огромную пассивность в рядах, ну, просто среди людей. И украинский народ, он, можно сказать, был еще не рожден как народ, как единый народ. Я считаю, что вот Украине, можно сказать, только исполнился год, потому что он родился в прошлом году на Майдане, потому что до этого люди не хотели критиковать власть, они не хотели обращать внимание на то, в какой стране они живут, кому они являются. Они просто пытались сохранить свою личную маленькую жизнь. Но когда уже стало известно, что нужно себя идентифицировать как гражданина, вот это произошло именно в прошлом году. И я считаю, что мы, как фэммин, мы вложили огромнейший вклад в эту революцию, в подготовку этой революции, в подготовку сознания людей, потому что мы начинали бунтовать и заводить все несогласия, и разводить какой-то такой огонь и пламя в сердцах людей уже еще шесть лет назад. Ну да, это, конечно, забавный эпизод, что получилось, что у нас этот слоган и название нашего фильма практически идентичны. Я думаю, что это, опять же, не просто совпадение, но оно довольно-таки символично, потому что и как фэммин, так и шарли мы всегда боролись за свободу самовыражения и вообще за прогрессивные идеи. И мы также, как и шарли, боимся против всех религий, которые прообращают сознание людей и контролируют. И не зря мы также были очень хорошими, то есть знакомыми, друзьями и, можно сказать, соратниками вместе с этой редакцией шарли, потому что они всегда, собственно говоря, освещали нашу деятельность фэммин в своих журналах. И, то есть, я думаю, что фэммин, шарли и все другие разные, тому подобного рода организации за свободу слова, за свободу женщины и вообще за какую-либо свободу в этом мире, мы боремся за одно и то же. Субтитры создавал DimaTorzok